Мир вам, дорогая Церковь! Я очень рад быть вместе с вами и вместе с вами участвовать в этой заповеди, вспоминая о смерти и страдании нашего Господа Иисуса Христа. Я хотел бы рассуждать на место Священного Писания, которое написано в Евангелии от Марка, 15 глава, 16 стиха. Подумайте о той обстановке, в которой находился Евангелист Марк, и который пишет свое маленькое, короткое Евангелие, самое маленькое Евангелие. У него есть определенный замысел, который Господь поставил перед ним, чтобы ободрить первых христиан, которые уже испытывают гонения. Конец 60-го года. Представьте себе такую ситуацию, когда родные давят, односельчане восстают, сам президент подписал указ против вас, газеты, радио вещают, что вы враг, и извне давления, внутри страхи, самые сильнейшие сатирики того времени, надсмехаясь над вашей верой, вырисовывают разного рода карикатуры, которые и сегодня дошли до нас, когда пишут такую карикатуру, когда на кресте изображают осла, перед которым стоит человек на коленях, и там подписано внизу «Максимилиан поклоняется своему Богу». Самые лучшие ораторы того времени в самой красноречивой речи высмеивают все христианство. Христиане испытывают сильнейшие гонения, сильнейшие трудности. И знаете, евангелист Марк пишет свое короткое Евангелие. Она отличается от всех евангелистов. И знаете, я бы его сравнил, это Евангелие, как у нас есть скорый поезд, его называют Тальга. Он останавливается, может быть, если мы садимся и едем в Сарань из Вановки, он даже в Вановке не останавливается. Он останавливается в Шимкент, Тарас, еще Чу и до самой Караганды. Несколько остановок, на самых главных моментах, самых главных остановках. От него отличается другой поезд, Мангешлакский, его еще называют Ишак-Арба. На каждой станции по полчаса стоит. И вот когда я читаю евангелиста Марка, я хочу обратить внимание, что евангелист Марк останавливается только на главных моментах, на главных станциях, и он хочет что-то донести своим первым читателям. Страдающий первое, мы видим здесь страдающий и униженный царь. С 16 стиха. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк. И одели его в багреницу, и сплетший терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его. Радуйся, царь иудейский! И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Мы видим эскалацию страданий нашего Господа, она растет все больше и больше. От внутренней борьбы, которую он испытывал, когда говорил своим ученикам, душа моя скорбит смертельно. От того предательства, которое он испытывал, и той борьбы, которая в Гефсимании, и теперь он стоит и физически испытывает вот это унижение вот этих воинов. Но мы знаем, что Иисус еще до этого момента несколько раз он говорил. В 10 главе он говорит, предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскресный. Иисус заранее, до вот этих моментов, он говорил, что он будет терпеть это унижение. Первый брат нам говорил из пророка Исаии, что тот еще за 700 лет до этих событий, он в подробной атмосфере написал, как это все будет происходить. Воины его отвели внутрь двора. Посмотрите, воины, они не церемонились, у них не было международной конвенции. Они действовали так развязанно. Полк, или римская когорта, насчитывала в то время 600 человек. И мы знаем, что могут делать солдаты, которые ведут себя развязанно. 600 человек унижают нашего Господа Иисуса. Мало того, что мы здесь видим, как Марк нам передает вот эту атмосферу унижения, он показывает смерть через распятие царя, царя всех царей. Время пролетает очень быстро. Они ведут его уже на распятие, на пути к распятию. 20-25 стихи говорят об этом. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его и повелись, чтобы распять его. И заставили проходящего некого кириянина Симона, отца Александрова Ируфова, идущего с поля, нести крест его и привели его на место Голгофу, что означает лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие же его делили одежды, его бросая жребий». Знаете, друзья дорогие, здесь упоминается Симон, отец Александра Ируфова. И о них мы читаем в римском послании, в послании римской церкви. И евангелист Марк не зря упоминает вот этих людей, что там происходило вот таким образом, что вы знаете этих людей, вы можете спросить у отца, обратите на это внимание, он был свидетелем распятия Сына Божия. Для римлян это был позор, если человек умер по дороге, потому что бессонная ночь, издевательство, избиение. Почему Пилат, когда вводит Иисуса и говорит «Это человек, посмотрите, тот, который настолько часто видел казни, избиения и так далее, что и его сердце даже настолько дрогнуло, он делал все возможное, чтобы реабилитировать, отпустить Иисуса, но они еще громче кричали «Распни, распни его». То есть избитый, израненный, истерзанный, Иисус должен был нести свой крест на Голгофу. И если бы он умер по дороге, это был его позор, поэтому Симона берут и заставляют его нести этот крест. Иисус был уже на грани смерти. Распявшие же его делили одеждой его, бросая жребий. Интересно, что евангелист Марк, он эту деталь подчеркивает, и что интересно, другие евангелисты тоже об этом говорят, об одежде нашего Господа Иисуса Христа. Мало того, псалмопевец в 21-м псалме в 19-м стихе за много лет до этих событий он говорил об этом, «делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Почему так важно была одежда нашего Господа Иисуса Христа? Почему об этом так издревле и все евангелисты говорят об одежде нашего? Какую ценность она представляла? Почему об этом говорят? Иисус очень часто переплывал море Генесарецкое, но ни одна из этих лодок не была его собственной. Он ночевал во многих домах, но ни один из этих домов не был его собственной. Он даже однажды сказал, что лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить. Въезжал в Иерусалим на осленке, но и этот осел не был его собственностью. Единственная собственная вещь нашего Господа Иисуса это одежда, которая была на нем. И эту одежду они сняли. И эту одежду забрали. И тогда мы, может быть, еще больше понимаем, что значит, что наш царь царей, который пришел на эту землю, о котором Павел говорит, что он обнищал, дабы мы обогатились его нищетой. И вот говоря об одежде, может быть, это была самая большая деталь, которая могла бы вдохновить первых христиан, чтобы они с радостью принимали расхищение своего имения. Они должны были знать эту деталь. У нашего Господа отобрали единственное, что было его собственностью. распятие. 26-28 стихи говорят, и была над ним надпись вины его царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания и к злодеям причтем. Исаиев в 53 главе говорит, он к злодеям будет причтем. Марк подчеркивает, посмотрите, и к злодеям он был причтем. один по правую, другой по левую. Знаете, один брат как-то поделился и говорит, вот представьте себе такую ситуацию. Верующая христианка, ведущая святой образ жизни, она едет по дороге и вдруг она видит девушек легкого поведения, которые стоят на дороге и торгуют своим телом. Ее сердце прониклась вот этой болью состраданием к этим девушкам. И в следующий раз она решила им засвидетельствовать о любви Божьей, о другой любви, которую дает Господь. Она взяла трактаты, остановилась возле них в вечернее время и давай раздавать им эти брошюры, говоря о любви Божьей. И вдруг приезжают полицейские и всех без разбора хватают, садят в машину и отвозят в полицейский участок. Среди них наша верующая сестра. Эти развязанные женщины ведут себя очень развязанно там, находясь. Это их стихия, это их место, в которое они уже неоднократно попадали. Но представьте себе на мгновение, что чувствует наша святая сестра, которая чужда всего этого. Единственное, почему она оказалась там, только показать любовь Иисуса Христа. Подумайте, Иисус, который не имел греха, не имел порока, пришел из любви, и он к кому причтен? К злодеям причтен. Его окружение это злодеи, которые действительно там их место, но не место нашего Господа Иисуса Христа. 29-е и ниже стихи говорят о злословии распятого царя. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его. Прибавляя еще больше и больше страданий нашего Господа, как будто сам дьявол через этих людей издевается над ним, злословия его и говоря, если ты действительно царь, ну сойди со креста, но мы уверуем. Казалось бы, ну оставьте, человек мучается, оставьте, человек страдает, пусть спокойно умрет. Нет, им этого как будто недостаточно. Они продолжают злословить его. Псалмопевец в 21-м Псалме. И именно на этот Псалм, 21-й Псалм, Марк чаще ссылается и говорит об этих событиях. Я же червь, 21-й Псалм, 7-й, 9-й стих, я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говоря устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Мало того, что мы видим такая атмосфера, в которой страдает наш Господь, мы видим два великих возгласа нашего Господа Царя. 33-й стих. В шестом же часе настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элоэлоэл ламаса вахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же возгласив громко и спустил дух. из овеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал «Истинно человек сей был Сын Божий». Мы видим два великих возгласа нашего Господа. 33-34 стихи говорят о возгласе ужаса, который пережил Иисус на кресте. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Наверное, это будет возглас человека, находящегося в аду. Если сегодня люди говорят «Бог меня оставил», они еще не знают действительно состояние грешного человека, когда Бог действительно оставит грешника. Иисус должен был испытать в полной мере вот это наказание Божие вместо нас. Он не должен был быть наказан, он не должен был страдать, но это сделал он из любви к нам и пошел добровольно. И знаете, контекст вот этих страданий или этого возгласа написано «Была тьма на земле до часа девятого». Тьма людей, которые во время пасхального служения, они понимали, что тьма это как тот образ первой Пасхи, одна из казней, которая вершилась там в Египте. И как образ суда, который происходил вот здесь в этот час, и тот агнец уже не ягненок, а как помните, Иоанн Креститель говорил «Вот агнец Божий, который берет грехи мира сего». Теперь вместо того агнеца висит другой агнец, это Иисус Христос. Когда мы у себя в Казахстане благовествуем казахам, и чтобы было им понятно, почему мы не приносим в жертву овец, тельцов и так далее, мы говорим «Посмотрите, овца, она не похожа на человека, ее образ жизни никак у человека, ее состав крови никак у человека, она интеллектуально не похожа на человека, и для того, чтобы искупить человека, нужна была именно человеческая жертва, Иисус Христос, именно та жертва, которая взяла грехи сего мира, и жертва овец, они не могут искупить человека, и вот демонстрирует наглядно во время тьмы этой египетской казни, образ суда Божия, и этот суд, он берет на себя, это наказание на себя, но я хочу подчеркнуть, что Иисус многократно до этого подчеркивал важную деталь, это должно произойти со мной, а приют распнут, и в третий день я воскресну, он шел добровольно, представьте себе такую картину, друзья дорогие, представьте себе отца, который теряет своего сына, и теряет его таким образом, он говорит, я люблю того преступника, я иду вместо него на суд, я беру его преступление на себя, и вот он идет и умирает вместо того преступника, этого преступника освобождают, он на свободе, и вот представьте себе в общественном транспорте этот преступник сидит в автобусе, а недалеко отец и смотрит на этого преступника. Кто-то задает вопрос, скажи, пожалуйста, а как ты освободился? Вот как ты был лишен вот этого наказания, над тобой не совершился этот суд? Он говорит, вы знаете, я вел вот такой хороший образ жизни там в камере, я соблюдал весь распорядок, я чистенько убирался, я все вот делал так, как мне говорили, вот одень пижаму, я одел пижаму, мне сказали, я вот это сделал. Вот представьте себе отца, который должен был смотреть и слушать вот этого бывшего преступника, ради которого и вместо которого умер его собственный сын. И теперь тот рассказывает свои заслуги, когда цена его спасения была столь велика, смерть его сына. Знаете, мы иногда забываемся, почему нам нужно делать вот такие остановки и вспоминать о смерти и страдания сына Божия. Почему он говорит, сие творите в мое воспоминание. Мы вспоминаем, что мы осуждены, мы должны были, и не по нашим делам, не по нашим заслугам, мы можем кинчиться друг перед другом и говорить, вот я какой хороший верующий. А благодаря исключительно жертве сына Божия он взял суд на себя. Мы здесь видим не только этот возглас, возглас ужаса, но и показано, что тьма это как образ суда, но также тьма показывает нам недопонимание присутствующих, которые там находятся. 35-36 стихи. Сразу после этого некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, вот Илью зовет. Один побежал, наполнил губку уксусом, наложив на трость, давал ему пить, говоря, постой, посмотрим, придет ли Илья снять его. Мы видим, какая тьма творилась в умах и в сердцах вот этих людей, которые видели все это происходящее, но не понимали его. Когда мы собираемся на такие важные служения, действительно, нас иногда не понимают. Когда мы вспоминаем о той жертве, которую сделал для нас Господь, когда мы славим его, когда мы благодарим его, когда мы вспоминаем о нем, люди иногда не понимают. И, к сожалению, некоторые до конца не понимают и значение самой жертвы, которую совершил Господь ради них, что он искупил не по делам, а исключительно по милости. Мы видим, что здесь возглас ужаса, но также мы видим, как возглас триумфа. Возглас триумфа. 37-38 стихи. Иисус же, возгласив, громко испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Интересно, что Марк, описывая смерть нашего Господа Иисуса Христа, он не описывает, как Матфей, например, который говорит о многих таких деталях, как земля потряслась, камни расселись, гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли. Как-то это не похоже, казалось бы, на Матфея. Он не говорит, как Иоанн, не говорит, как Лука, который, говорят, свершилось, или, отче, в руки твои придаю дух мой. Но, несмотря на это, Марк говорит то, что он говорит. И вот эти детали, что завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, она говорит тоже о многом. Во время голоса нашего Господа, голоса триумфа, произошло великое завеса разодралась. Как бы Бог сегодня показывает нам, что путь к нему открыт. Теперь то, что разделяло между человечеством и им, вот эта, образно говоря, стена, она рухнула. Ее нету. Мы не так давно в нашей церкви вспоминали о том, что сделал Неемия, который построил стену. Мы видели его качество. И мы говорили тогда, да, вы знаете, Иисус не построил ни одной стены. Но Иисус разрушил стену, которая стояла между Богом и человечеством. Доступ открыт. И это был голос триумфа, голос победы. Когда-то мы с моим третьим сыном шли, он все как-то вот не обращался к Господу, не имел уверенности во спасение. И когда мы шли с ними, начали беседовать, я так имею привычку с детьми ходить по улице и рассуждать. Я говорю, сынок, ты знаешь, когда-то ты не мог становиться на ноги. У тебя была сильнейшая дисплазия. У тебя в бедро не ходила в таз. И поэтому по всем вот параметрам ты должен был быть инвалидом. Разные растяжки, деревянные, ничего не помогало. Тебе становилось все хуже и хуже. Я как сейчас вот вспоминаю, не знаю, Николай Александрович вспомнит этот случай или нет, но когда они возвращались с Анатолием Трофимовичем к себе домой, и они заехали к нам, и я сказал, Николай Александрович, а можно помолиться? Вот молитва пресвятеров над ребенком. И вот я как сейчас помню, возложив руки, помолились, и вот мы приняли решение, все, больше никуда носить ребенка не будем. И он исцелился. Я говорю, посмотри, вот то, что с тобой произошло, это сделал Бог. И Бог хочет, чтобы ты теперь ходил своими ногами и славил его. Бог забрал у тебя, можно сказать, вот эту деревяшку, вот эти костыли, на которых ты бы ходил бы, да, и дал тебе здоровье, чтобы ты служил ему. Но что здесь говорить о костылях той деревяшки, когда Бог в лице Иисуса Христа, Он взял крест деревянный и вместо тебя понес и умер вместо тебя. Имеешь ли ты право жить для себя? Имеешь ли ты право после этого грешить? Имеешь ли ты право жить, как тебе заблагорассудится? И знаете, мы когда беседовали с Ним, и Он говорит, Папа, я хочу покаяться, я хочу покаяться. И мы помолились. В этом году Он принял крещение, и мое сердце так радуется. Но пришло осознание, Иисус умер вместо Него. Мы посетили одну церковь, и там мама, она потеряла маленького ребенка. Лет пять сыну было. Он умер. И вот она, не понимая, вот что с ней произошло, почему так? И вот мы сидим, и я ей говорю, знаешь, тебя понимает Бог. Он тоже потерял сына. Он отдал сына, который мучился тебе. Он знает твою боль. Он знает, что такое терять сына. И знаете, когда мы с ней говорили, как будто вот пришло озарение, да? Она начинает понимать сердце Бога. Что значит отдать сына? Это произошло на кресте. Сын Божий восклицает триумфальный возглас и испустил дух. Завеса в храме разодралась. Путь к Богу открыт. Мы можем быть спасены. Посмотрите, какая разная реакция может быть у нас. Но особая реакция, я хотел бы обратить на сотника, центуриона, воин, в котором в подчинении сто воинов было, который видел всю эту процедуру. И те христиане, которые многократно сталкивались именно с воинами, с сотниками, которые врывались в их домах, их гнали, их преследовали. И евангелист Марк сейчас показывает нам сотника, который уверовал, который говорит на распятого Сына Божия, уничиженного, он говорит, поистине он Сын Божий. Вы знаете, кого называли в Древнем Риме Сын Божий? Называли только императоров. Нерона называли, что он Сын Божий. И тогда, когда сотник говорит в этом распятом, он видит Сына Божия, он говорит, это действительно тот император, Сын Божий. Я удивляюсь, друзья, дорогие, евангелист Марк, он с самого начала раскрывает как бы четыре возгласа самой первой главы. Голос древних пророков. Он говорит об Иисусе, как о царе говорили древние пророки. На арену выходит Иоанн Креститель, он говорит, голос земли. Иоанн Креститель говорит о Нем, как о Сыне Человеческом, Сыне Божьем. Даже Сын Человеческий, это взято из книги Даниила, как тоже титул царя. Голос неба, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И четвертый сам Иисус о Себе говорит, что приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И мы видим на протяжении всего Евангелия от Марка до 8 главы Иисус показывает, кто Он есть, что Он действительно Царь. Почему многие удивлялись и говорили, как это бесы повинуются, море повинуется. Он показывает своими чудесами, кто Он есть на самом деле. Начиная с 8 главы Он говорит цену следования за христианством, цену следования за Иисусом Христом, что я должен отвергнуть себя, взять крест и следовать за Ним. И знаете, вот в этот момент бесы говорили, что это Сын Божий. Многие действия говорили, что это действительно Сын Божий. Но ни один из священников, ни одно религиозное общество, которое там было, не признали Иисуса, что Он есть Сын Божий. И на фоне всего этих великих чудес, которые совершались там Иисусом Христом, вот этот сотник, который смотрит на Иисуса Христа, распятого, униженного, уничиженного, Он, смотря на Него, говорит, это Сын Божий. Поистину Он Сын Божий. Это удивительный отклик, который сегодня ожидается от каждого из нас. Как мы смотрим на нашего Господа Иисуса Христа? Он властелин, Он император. Как-то рассказывали об одной женщине, которая дрессировала львов. Ее спросили, скажи, пожалуйста, а вот когда львы выходят из-под контроля, когда они бросаются на дрессировщика, это было в вашей жизни? Да, было. Как вы справлялись вот в этот момент? Она говорит, знаете, когда я бывала, что сама окровавленная, лежа на полу, вся в ранах, я видела вот лев, который готов сейчас броситься на меня, я смотрела ему в глаза и говорила, я победитель, а ты побежденный. Я победитель. И лев отступал. Друзья, дорогие, Иисус, Он победитель. Мы слышали Его триумфальный возглас. Он победил. И теперь мы, друзья, дорогие, мы имеем эту победу. Мы имеем это большое утешение, большое ободрение в нашем Господе Иисусе Христе. Сегодня перед братским брат Григорий, он прочитал место священного писания, где Иисус в 11 главе говорит, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Иисус дает покой, дает уверенность. Когда апостол Павел в своем втором послании к Оринфинам, которые осуждали его, которые не принимали его как апостола, говорили о нем многое, а он пишет, как бы говоря, я еще хуже. Я имел и страхи, я имел вот это. И даже тогда, когда была открыта широко дверь, и можно было благовествовать, я не имел внутри себя покоя, потому что не было там Тита. И поэтому я отправился в другую. Была открыта дверь, была возможность для служения, но он не воспользовался. Я не имел покоя. И потом он говорит, «Но благодарение Богу, который дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание, познание о нем распространяет нами во всяком месте. И благоухание, которое там употребляет апостол Павел, это тогда, когда полководец въезжает в какой-то город, как победитель на белом коне. Впереди шли рабы, которые не шли благовония, как бы провозглашая ту победу, которую совершил этот полководец. Несмотря на то, что он говорит, «Я не имел покоя, и, может быть, я не имел успех в ваших глазах, но Бог, Он мой победитель. Он моя победа». И тогда мы начинаем понимать, что думаем, наверное, это касается только во время евангелизации, что придите к Иисусу, чтобы получить покой. Но этот покой, эта Евангелие, она нужна прежде нам, друзья дорогие. И тогда, когда мы встречаемся с недопониманиями, с критиком, с гласловием, тогда мы говорим, «Иисус мой победитель». Он, в Нем мы покоимся. В Нем находим вот это ободрение и утешение. И пусть Господь благословит, чтобы нам подобно вот этому сотнику увидеть вот эту победу, триумфальную победу, и провозгласить, Иисус действительно император. Иисус действительно победитель. Он Сын Божий. Давайте прославим Его. Давайте помолимся нашему Господу. Аминь.